Привет тебе мой дорогой зритель, скорее наливай чай, у микрофона Роман Рига. Мы продолжаем прохождение инди-игры The Plane Effect. Как вы помните, закончили мы локацию со съемочной площадкой и выбрались на улицу. Авто и пауки с Марса. Именно так называется наш следующий уровень. Давайте смотреть продолжение истории. Жена. Наверное, это наша жинка. В описании посмотрел. Интересный факт. Вернее, даже сказать, трейлер к игре. Так вот, там нам как бы задают вопрос, что бы вы сделали, если бы вам осталось жить один день? Как далеко вы бы зашли? Очень интересный философский вопрос. Не дай бог, конечно, кому-либо задаваться таким вопросом. Но, тем не менее, в жизни происходит дерьмо. Никогда не знаешь, что с тобой будет завтра. Парковка. Парковочная станция. Наверное, нам надо было машину взять какую-то. Я сейчас попробую, конечно, выйти. Но что-то мне подсказывает, что нам нужна была машина. Стаджи Студжиос. Студия, да. Студия. А где снег? На улице же как бы... Вообще, зима, по идее. Ну, пока я иду... Спокойно. Хотя мне на... Не, мне кажется, надо было машину взять. Давайте вернемся, пока не поздно. О-о-о! Это что еще такое? Близкий контакт. Все, кирдык, нас похитили. Вот теперь мы уже знаем, что нас похитили инопланетяне, да? Все, вот машина. Помогли нам. Такси такое. Инопланетное. The plane effect. Ну, под такой-то музон мы сейчас просто обязаны дать жару. На shift едем. Не совсем привычно, конечно, на shift газовать. Ну, ладно. Я думаю, мы привыкнем. Приятная музыка. Ну, вот машинкой, мне кажется, рулить... О-о-о! О-о-о-о-о-о! Только хотел сказать, что машинкой поприятнее рулить, чем это было в предыдущем уровне про червя, где мы скользили. Ага, чуть не вписались. И нас сразу же занесло. Разделительные такие бордюрчики прям... Очень кстати. В них в пород... А-а-а! Долбаная... Долбанный снег. Интересно, я могу разбить машину? Мне кажется, да. И если я... Это сделаю, то... Ой-ой-ой! Ничего себе, как заносит-то! Хотя я не газовал. Я думаю, что если мы разобьем тачку, то все, это кирдык. Это конец уровня. Оп-оп-оп-оп. Аккуратненько проезжаем. А, вот на пробел, кстати, я могу тормозить. Шифт вперед, котрыл назад. Весьма непривычное, нестандартное управление. Вот бы сделали ремейк GTA 1, 2 и 3, да? Нет, 1 и 2. В изометрическом виде. Это было бы прикольно. Так, а что это такое? А, это растение. Я думал, это ноги чьи-то торчат. Как бы коровы или чего-то в этом роде. Ойл. Масло. И что, нам сюда заехать? Или не надо? Не, не надо. Поедемте дальше. Ммм, поезда. Согласитесь, атмосферно. Очень приятная стилистика. Все. Усё, мы приехали. Что это такое? А, это, наверное, подстанция какая-то электрическая. Символически мы остановились на крестике каком-то. Так, чего это? Давайте изучать. Бочка. Ага, трамплин. Катушка, две. Шнур. Шнур. Ну, вернее, не шнур, а провод вот этот. Нам надо что-то с ним сделать. Привязать. Сделать трамплин и перепрыгнуть. Нам предлагают сейчас соорудить такую импровизированную рампу и уже с неё стартануть. А что мы, интересно, будем перепрыгивать? Наверное, там какой-то обрыв. Ну, да. Я был прав. О-о-о-о, вот это, да, вот это физика. Берем бочку. Так она удобненько прям остановилась там, где нам нужно было. Нам нужно ещё шнур, наверное, где-то раз добыть. Здесь больше ничего нету. А, вот машина, да. Вот ещё. Шнур и... И всё, наверное. Больше нам ничего не надо. Давайте привязывать. Ага. А где нам привязать-то? Здесь? Да, здесь. Привязываем верёвку. Ага. Нет. К машине, может быть, здесь где-то? Нет. Ммм. Ну, наверное, надо сначала обесточить что-то. Мы можем это обесточить? Нет. И здесь. Значит, надо ещё что-то найти. Чего-то ещё не хватает. Давайте пробежимся маленько сюда. Да, вот. Вот это, наверное, да? Нет, заграждения не берём. Ну, наверное, здесь что-то ещё должно быть. Скалы. У-у-у. Нет, здесь больше ничего нет. Ладно, давайте ещё раз посмотрим записку. Бочка, указатель. А, указатель нам нужен. Потом два столба. Угу. Бочка и указатель. Указатель, электроэнергия. Указатель и электроэнергия. Чуть-чуть назад, наверное, вернуться нам нужно. Сейчас, наверное, опять нас вернут. Бай. Нет, наверное, всё-таки впереди что-то есть. Навряд ли сзади. Впереди. Скорее всего, указатель где-то впереди. Давайте внимательно смотреть. Мы ещё наверху, кстати, не были. Можно сбегать наверх, посмотреть, что есть там. Вот он, указатель, да. Большой. Ух ты. Ниндзя. Второй, наверное. Нет. Нет. А, может, на машине надо? Нет. Нет. Ну, что не так-то? А, электричество. Надо убрать электричество. Да, оно запитанное. Угу. Вот. Бум. Ого. Да уж. Недурно. Ну, оно же было запитано. Как оно моргало? Мы просто воткнули ещё розетку и дали дополнительное напряжение, что ли, получается. От которого рвануло. Ну, наверное, как-то не очень логично это всё было. Ну, ладно, бог с ним. Осталось нам шнур прицепить. Ага. Вот почему сразу этого нельзя было сделать, а? Вот почему? К чему такие условности? Ну, вот. У-у-у-у. Вот это да. Физикой здесь, конечно, и не пахнет. Видимо, сценаристы черпали идеи из индийских фильмов. Ну, ладно. Всё, поехали дальше. Наша Road Movie продолжается. Вот такие уровни я люблю. Они необычные, они интересные, они атмосферные. Это круто. Если вам нравятся подобные игры, можете написать в комментариях, какую игру стоило бы мне пройти ещё что-то похожее, я буду вам признателен, а вам будет приятно. Если вам, конечно, нравится прохождение в моём исполнении. Горючка. Теперь горючка у нас закончилась. Да, кончилась. Горючее что-то с правой стороны искрит или шипит. О-о-о! Это что такое? Вы кто такие? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Отставить. Ой! Ай-яй-яй! А как от вас убегать-то? Ну вот это да. Отвали! Придурок! Может быть, в багажнике у нас есть что-то? Так, это не прикольно. Либо нам вперёд бежать. По дороге. Ай, да они не дают вообще ничего сделать. Абсолютно. Как нам быть? И он не бежит сам, это вот печальное. Развернись, идиот! Блин! Назад что ли бежать? Что нам делать-то, я не могу понять. Почему он бежать-то не может? Вот это меня печалит прям. Отвалите. Какие-то непонятные жуки, пауки. Ну да, авто и пауки. Всё, наверное, теперь они от меня отстали. Ну да. Ну, наверное, нам сейчас нужно найти другой автомобиль. Вот канистра. Сейчас мы её заправим с вами и вернёмся к автомобилю. Вопрос лишь только о том, как это сделать. Там же жуки. Хм-хм. Здесь я не могу зайти. Кто-то оставил бычок. А, вот воронка. Бычки в урны бросать не надо. Запомните. Тем более на заправочных станциях. Это может плохо кончится. Всё? Давай. Заправляй. Опять чего-то не хватает. Да что ж такое. А теперь чего не так? Может быть здесь что-то есть? Ну, вроде нет. Надо искать... Рядышком здесь что-то. А, вот. Да. Рубильники. Ага. Вот. Нашёл отломанный. Угу. В общем, колонки нам надо подвести горючку. Или нет? А, ну, наверное, просто тогда вставляем вот эту ручку в бензоколонку и таким образом её запускаем. Нет. Так, ладно. Пойдёмте посмотрим, где там нам ещё включить что надо. Вот тут может быть. И здесь не то. Не то пальто. Угу. Хорошо. Здесь мы всё передёргали, перетыкали. Перепробовали. Здесь, наверное, что-то. Надо сделать. Мы же здесь ещё не всё оббегали. Так, это реклама. А, в автомобилях может что-то лежать? Да, вроде нет. И здесь особо-то ничего такого. По масляному пятну. А, вот. Наверное, здесь что-то воткнуть надо, да? Да. Вот он, масло. Насосные дела. Вот сюда мы втыкаем переключатель. Вот. Теперь мы его запускаем. Угу. Всё, пошла подача. Теперь пойдёмте там. Посмотрим, где чего идёт. У-у-у-у. Утечка. Ну и как понять, где чего. Получается две. Две бежит. Одна. Угу. Всё. Каким-то образом мы это всё дело вроде как починили. Давайте посмотрим. Хотя цвет не поменялся у этой заправочной станции. Я думал, что она тоже должна быть белой. О-о-о. Почему масло, а не бензин? Вот в чём вопрос. Ой, вообще как медленно идём. Но сейчас нас точно те жуки сожрут. Это очень медленно. Можно как-то побыстрее? Я понимаю, тяжело. Но мы так будем идти очень долго. И серия получится очень долгая. Давай, давай. О-о-о-о-о. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Скорпион какой-то огромный. Вот это да. Но против такого-то мы... Эй, Вася, 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 Вася. Против такого-то мы как бы это... Не попрём особо. Ну и что нам поможет в этой ситуации, интересно? Чудо, наверное, какое-нибудь. А, зажигал кого. Оп. Ох, с огнём не играйте, детки. Сейчас здесь всё рванёт. Давай, валяй отсюда. Всё, ты убежал, придурочный. Пользуемся его замешательством и валим отсюда. Забираем канистрочку, заправляем тачку и... В путь. Давай, в темпе. Сейчас, наверное, ещё и маленькие эти... Негодяи. Нет, не прибежали, слава богу. Давай, запускаю свою тачку. Включаем узоны, погнали. Ну, эта зараза сейчас за нами побежит. А, нет. Не успела. Колебаться вредно. Где-то я слышал такую фразу. По-моему, в Крепком Орешке это было. А, нет. Это было в культовом фильме «Скала». С Николасом Кейджем и... Не помню, как этого актёра ещё звать. Второго. Очень крутой фильм. В школьные годы его показывали по Первому каналу. Я частенько его... Ой, это что там было такое? В общем, я его частенько пересматривал. Отменный фильм. Таких боевиков уже не снимают. Что-то... Какие-то... Какое-то свечение, как будто или мотыльки, или это огонь. И музыка закончилась. Кстати, в изометрическом виде есть ещё одна интересная и классная игра. Зомбоид называется. Очень крутой, хардкорный симулятор выживания против зомби. Наверное, сейчас те, кто смотрели летсплеи, скажут... Долбанная мышка, убери ты её уже с экрана. В принципе, она мне не мешала. Сейчас я разогнался, и какое-нибудь препятствие как появится на пути, и... Ага, всё, я сам остановился. Добрались мы, по-моему, до какого-то особняка. Или это завод или станция. Ну, думаю, сейчас увидим, разберёмся. Но, в принципе, я мог и на машине, наверное, протаранить всё это дело. А, ну да, смысла больше нету в этом. Ну, дорога ведёт к этому зданию. Ага, опять галюны. Они в наушниках, да? Люди эти. Которые за нами наблюдают. Вроде немного шевелятся. Я, если честно, думал, что это какие-то манекены. Первоначально. Но нам сюда, наверное. Нет, давайте... О! Стоп! Ещё и спуск. Ну, если я вот сюда пройду. Наковальня. Кофе. Что я могу сделать с наковальней? Да ладно, я наковальню взял. Да я силён. Ну, ладно. Давайте поднимемся на лестницу. Главное не упасть. О, это целый лабиринт. Ну, это будет такое... А, нет. Я думал, это невозможная фигура, но нет. Всё вполне возможно и реально. Лабиринт из лестниц такой. Я надеюсь, я иду правильно. Ну, да. Смотрите-ка. А зачем я взял наковальню? Вопрос. Опять. А если вниз? Ничего. Ничего. Ну, нам надо, наверное, самолётик найти. О! А, без наковальни я вот что. Понятно. Наковальня нам не даёт упасть. Вернее, не даёт взмыть вверх. Вот для чего наковальня нужна. Да, интересно. Интересное решение. Нам нужно найти самолётик. У всей этой конетельки и непонятки. Зрители такие смотрят, как я решу пазл. Делают ставки, наверное, тотализатор, все дела. Давайте вот сюда теперь сбегаем. Угу. Закрыто. Где мне найти самолётик? Мне надо найти самолётик. Ага. Тут стало теперь больше дверей. Давайте ещё выше поднимемся. Да, поменялись маленечко. Или нет? Или не поменялось? Угу. Какая-то клавиша. Всё, верну. А, вот он, вот он самолётик. Отключили мы вентиляторы все эти. И куда он улетел? Где мы его теперь искать будем? Ёлки зелёные. Ну, всё, что нам надо, это подобрать этот самолётик и убираться отсюда. Можно уже будет. Вон он. Всё, теперь здесь всё закрыто. Ну, в принципе, теперь мы знаем, куда нам идти. Ой. Чуть не упал. Ну, всё, ребята. Я решил ваш пазл. Так что можете идти отсюда. По-моему, дорога здесь не поменялась. Всё. Угу. Пройдено. Ещё одну локацию мы прошли. Левел 8. Уровень 8. Ну, нет, это не 8, это уже какой по счёту? 5, наверное. Всё-таки мне очень интересен сюжет. Останутся ли вопросы без ответов, или мы получим исчерпывающий и полный ответ на наши все вопросы? Что происходит? Кто главный герой? Резервуар. Опять офисные помещения. Опять большая комната с загадками. Не люблю я такое. Какие-то микрочипы. Чип, тело, ноги. А, голова, тело, руки, ноги. Голова, тело, руки, ноги. Что это? Что это? Там мы, наверное, сейчас из картинок будем выстраивать робота или кто это. Угу. Второй тумблер сейчас дёрнем. Угу. И есть. Первый пазл запустился. А, джампазл начинается. На красный нам наступать нельзя. Оп. Так проще ждать, когда начинает опускаться следующая платформа. А здесь надо прыгать. Или нет? А, ну это голова, да. Есть голова. Вот теперь я не вижу, куда нам надо. Голова, тело. А вон оно, тело. Ой. Чуть-чуть не упал. А, я здесь не могу спуститься. Это пропасть получается. Оп. 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 Голова, тело, руки, ноги. Мне надо сразу их собирать или... Или нет? Оп. Ну давайте по порядку собирать. Потому что если вдруг я сделаю что-то не по порядку... Ой. Я просто не хочу по новой всё начинать. Вот тело. Вот тело. Сейчас руки заберём и ноги. Эти. И ноги. Там решетка, я пройти не могу Мне надо здесь идти Наверное, это можно было сделать и не по порядку Но я почему-то не захотел рисковать Решил перестраховаться Вдруг все по порядку здесь надо было делать Не хотелось бы просто по несколько раз проходить одно и то же Такой вот я перестраховщик Зря я сюда пошел Ладно Угу Что это за колбы Не, сюда я не пойду Явно меня здесь бахнет током Это ноги Что это за колба Непонятное Вот, первое тело, да Вот отсюда Идем по Нарисованным Линиям Где наше тело? Вот оно А, голова, голова Господи, что я делаю? Голова Стоп Вот здесь, значит, делаем голова Вот голова Дальше тело Угу Руки И ноги Готово Готово Ну давайте запускать процесс Что нам это дало Поднимемся наверх Поднимемся наверх Здесь я пройти не могу Давайте сюда пройдем Сейчас должна, по идее, начаться сборка Что-то надо было, может быть, еще начать Запустить где-то еще процесс какой-то Компьютер Где-то что-то здесь нажать Пока не вижу Очень большая локация, конечно Здесь потеряться можно вообще В 3.15 Это конвейер Да, отсюда мы пришли Ну и что мне надо где нажать Что же мне надо нажать Может быть, где-то здесь что-то сделать Нет, компьютеры эти не работают Но здесь вроде все Как бы готово Я же правильно собрал Ну да, руки, ноги Почему не работает Почему не запускается Оу Ты че, дружище Опять Наверное, не надо отключать это Что-то нужно где-то еще нажать Чтобы это все дело заработало Как бы питание, оно подключено Белый свет Символизирует нам о том Что здесь вроде как все работает Теперь осталось понять Где итоговый рубильник Как все это дело запустить Как этот процесс активировать Может быть, может быть, здесь пройти А, вот, подождите Смотрите, здесь какая-то Куда это надо присоединить? К чему это надо присоединить? Чего-то отключено, да? Чего-то не хватает Ну и, наверное, здесь что-то сделать Может быть, где-то чего-то здесь нажать Еще тоже Вроде нет Ну, наконец-то Наконец-то я допедрил Все Теперь отлично Получается, нужно смотреть По линиям Откуда, куда ведет линия Вот, допустим, коротенькая ведет к голове Здесь Со второй площадки Идут руки уже То есть, прослеживаем До какого Места идут руки До какого Тумблера Все, заходим сюда Сейчас нас, наверное, оденут в химзащиту Да Костюм химзащиты нас одевает Теперь мы можем спуститься Вот в ту хрень В бассейн С химозой Вот сюда Подключаем кислород И пошли Подводная локация Так, весло я вижу уже От медуз нам надо уходить Давай, давай, давай Быстрее, быстрее, быстрее Пвалим отсюда Здесь еще Одна загадка Символы благо здесь небольшая она теперь только вопрос как со всем этим взаимодействовать вот оттаскиваем медузу ахрена не и выводили наверно для того чтобы здесь электричество было спускаем водичку вот и все о лодка теперь следующий тумблер а вот теперь берем наверно какой-нибудь кабель ай не то не совсем догнал что нужно здесь делать по логике вещей должен быть некий шнур может быть отсюда начать вот палочка раз дали бы хоть какую-нибудь подсказку что ли вот это наверное нет навряд ли она так давайте смотреть на символ просто палочка да просто палочка здесь просто здесь такая здесь перекрестие такое здесь такое а здесь ровное и такое наверное вот это теперь все правильно то есть смотрим принцип от обычной схемы до перекрестия которого уже промежутки ну и сейчас на стенке соответственно все отлично что теперь что мы делаем я немножечко недопонимаю на самом деле обратно включаем наверное поднимаем воду да наполняем резервуар эй не успел надо было на лодку залазить а я не успел ну ладно давайте спустим еще раз заполняем прыгает он слишком как-то это оп все угу видите как будто нулевая гравитация хоть здесь глюков не было наши многие как все Субтитры сделал DimaTorzok